Друзья, привет! Сегодня утром подписчики моего телеграм-канала, а он будет в описании к этому ролику. Да, сори за рекламу, но не могу не похвастаться. У меня телеграм-канал очень-очень полезный и активно развивается. Подписка на него бесплатна. Так вот, подписчики моего телеграм-канала проснулись от новости о том, что американский брокер Interactive Brokers начал закрывать счета российским клиентам. И я не просто так вам демонстрирую сайт Forbes, Forbes Россия. Почему? Потому что именно он стал первоисточником этой информации. Я могу сказать, что по состоянию на сегодня среди моих клиентов, а мои клиенты по большей части это клиенты с российским паспортом, и далеко не все из них с ВНЖ где-нибудь, ни один из них не получил ни сегодня, ни до этого от Interactive Brokers никакого уведомления о закрытии или просьбе больше не делать никаких позиций по своему счету. Но, собственно говоря, дыма без огня не бывает. Давайте разберем, о чем Биш речь. Так вот, Forbes сегодня опубликовал статью, где ссылка эта важна на Финам, сообщает, что Interactive Brokers начал массово, это прям так и говорится, массово закрывать счета россиянам. Вот такая вот новость. Еще раз, первоисточник указан как Финам. И говорится о том, что о случаях закрытия счетов сообщают пользователи в чате IB в Telegram. Я подписана на несколько сообществ IB в соцсетях, но ни в одном из них сегодня о каких-то массовых закрытиях речь не шла. Поэтому мне не удалось это подтвердить. Соответственно, если среди моих подписчиков на YouTube есть те, у кого сегодня или до этого пришло сообщение от IB, что, мол, закрывайте счет, то, пожалуйста, просьба написать мне об этом в комментариях. Так вот, по каким причинам IB закрывает счета, опять же, исходя из того, что мы знаем из статьи Forbes? Мы видим, что закрывают счета клиентов с невысокой стоимостью активов. Не говорится, какой именно. То есть невысокая это сколько? До 100 тысяч долларов, до 10 тысяч долларов, до 1000 долларов. Ну, в общем, никакой информации нет. И также по клиентам с малой активностью. И тоже идет ссылка на представителя Финама. Поэтому здесь все достаточно общими фразами говорится. Конкретики нет. Мы не знаем, какая сумма является критичной и какой объем операции, частота операции является критичной для того, чтобы вам сказали до свидания. Так вот, по состоянию на сегодня, что нам известно? Известно, что брокер уведомляет пользователей о том, что торговля на их счете ограничена. И можно только уменьшить или закрыть позиции, а увеличивать и создавать новые нельзя. То есть речь не идет про блокировку. Речь идет про то, чтобы вы заканчивали работу с IB и выводили деньги куда-нибудь. Правда это или нет, речь идет о массовых уведомлениях россиян или нет, мне подтверждение найти за сегодняшний день не удалось. Ни один из моих клиентов такого сообщения не получил. Но, может быть, поскольку выборка у меня не 100 тысяч миллионов клиентов, к сожалению, поэтому, может быть, у вас ситуация обратная. Еще раз говорю, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Естественно, возникает вопрос, а действительно ли, ну даже если вот это какая-то разовая история, действительно ли Interactive Brokers может попросить вас закрыть счет и когда и при каких условиях? Мой личный опыт на основании запросов и случаев, которые происходили с теми, кто ко мне обращался. По каким причинам Interactive Brokers вам может указать на дверь? Из подтвержденных случаев, да? Первое. Если вы используете жестко IB как транзит, то есть вы, условно говоря, переводите деньги с одного вашего счета на IB, с банковского счета на ваш счет в IB, и практически сразу никуда не инвестируя, хоп, и выводите эти деньги на ваш какой-то другой счет. Это чистый транзит, это классика жанра, которая раздражает абсолютно любого профучастника, потому что это классика AML, Anti-Money Londering. И поэтому, соответственно, да, вам, если вы будете этим активно заниматься, вам могут указать на дверь. Здесь ничего нового нет. Это первое. Второе. Если вы очень часто меняете счета ввода и вывода. Нет, это не значит, что вы должны всегда только с одного счета пополнять ваш брокерский счет и только на него же выводить. Нет. Все бывает в этой жизни. Но когда вы то с одного счета пополнили, особенно из разных стран, то и с другого, то с третьего, четвертого, пятого, шестого выводите на шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, и всегда это счета разные, или они очень часто меняются. И всегда это разные страны, или очень часто это разные страны. Например, пополняете из России, выводите в Казахстан, пополняете из Киргизии, выводите в Армению. И вот это вот все, то да, это может считаться как подозрительная деятельность и, соответственно, вам могут указать на дверь. Такое бывает. У меня были случаи обращения ко мне со стороны клиента, который столкнулся с закрытием своего счета ввиду подобной ситуации. Но еще раз речь не идет про блокировку. Следующее. Если вы пополняете свой счет брокерский с банковского счета, где вы стоите по совсем другому адресу и выводите, например, деньги с брокерского счета на свой банковский счет, где вы тоже стоите по другому адресу. Например, в интерактив брокерс вы стоите как Иван Иванов, который живет в городе там, не знаю, каком-то и живет на улице 1-й. А пополняете вы свой счет в интерактив брокерс, например, из другой страны, где вы стоите как тоже Иван Иванов, который живет уже в другой стране на улице 2-й. А выводите вы деньги на счет в третьей стране, где вы живете, как и Иван Иванов, в этой третьей стране по улице 3-й. И, естественно, у брокера возникает когнитивный диссонанс под названием «Так где же вы все-таки живете?» И действительно ли вы правильно указали вашу резиденцию? Вообще-то как-то все выглядит довольно подозрительно. Поэтому это тоже может быть основанием для того, чтобы закрыть счет. Но еще раз речь не идет про блокировку. Из моего личного опыта еще был случай, когда мне, но это правда не про IB, речь про банк, не российский банк, который мне временно заблокировал мой счет, когда я совершила транзакцию картой, которая была к этому счету привязана, на территории палестинской автономии, когда я посещала Иерусалим и, соответственно, Вифлеем. И вот Иназарет. Вот, соответственно, вот это я посещала. У меня была транзакция на территории палестинской автономии. И мне банк сразу хоп заблочил мой счет, потому что им показалось странным, что транзакция происходит в таком странном месте. И потом я довольно быстро объяснила, что я была там на экскурсии, и мне довольно быстро все разблокировали. Поэтому бывают варианты временной блокировки, если вы совершаете транзакцию с какой-то странной, спорной территорией. Или, если это уже не мой личный опыт, это опыт двух клиентов, которые ко мне обращались, которые активно торговали через VPN. И заходили через VPN, при этом у них была абсолютно другая страна, указанная как резидентство. И, соответственно, здесь тоже возникал некий когнитивный диссонанс. И то, везде здесь речь не идет про блокировку, здесь речь идет про риски того, что вам могут указать на дверь. Но и даже здесь вы не прощаетесь со своими финансами, вы спокойно просто закрываете, либо вы сможете объяснить и вам счет оставят. Это не какая-то безвыходная ситуация. Поэтому давайте посмотрим, давайте вместе попытаемся в этом разобраться, насколько действительно россиянам по принципу паспорта, если у них невысокий объем капитала на счете и или низкая активность, массово начали закрывать счета в Interactive Brokers. Ну и, естественно, возникает вопрос, а что же тогда делать дальше, если, например, вы имеете счет в IB и вам по какой-то причине сказали до свидания. Вот что делать, если вы хотите продолжать инвестировать? Ну, какие варианты? Есть варианты, например, Кипра, например, Just to Trade или Mind Money. Да, они работают с россиянами, но это Евросоюз, и в случае усугубления европейских санкций здесь есть риски. Есть варианты Евразийского Союза. Это Казахстан, это Армения и Киргизия прежде всего. И, безусловно, номер один – это, конечно, Freedom Finance. Пожалуйста, вариант. Ну и есть варианты Эмираты. В Эмиратах работают несколько структур, которые связаны с российскими структурами, в частности с Атоном, ВКС и Альфой. Но это независимые юридические лица, поэтому даже в случае, не дай бог, санкций, соответственно, их связанные плюс-минус, ну не родственники, неправильно будет сказать, а связанные юрлица, близкие, скажем так, не должны пострадать. Но они тоже работают с россиянами, даже если нет никакого ВНЖ. Это может являться альтернативой Interactive Brokers. Может являться. Стоит ли сейчас срочно куда-то бежать, если в счет в Interactive Brokers вам ничего не прилетело, и у вас российские паспорты, нет ВНЖ. Нормальная абсолютно ситуация. Мое мнение, нет, не стоит, потому что, еще раз, даже здесь не идет речь про блокировку. Но даже если когда-нибудь вам скажут, извините, ну вот мы должны с вами распрощаться, то обычно дают время на то, чтобы вывести все активы. И даже здесь, пожалуйста, обратите внимание, речь идет не про то, что вам срочно завтра надо все выводить, а про то, что вам просто не дают открывать новые позиции. То есть вам дают время на то, чтобы все взять и вывести. И это будет нормальное принятие решения. Поэтому срочно бежать, куда-то переставляться и так далее, и так далее. Я считаю, что такого психоза быть не должно. Все решения должны быть взвешены. Стоит ли открывать счет в Interactive Brokers, если у вас его нет, у вас российский паспорт, но нет нигде в ВНЖ? Ну для меня это, честно говоря, сейчас вопрос, потому что мы знаем, что IB больше не принимает рублей. И доллар из России довольно затруднительно в свете последних событий выводить. Последние события я имею в виду, что Москоммерс и Райф больше доллара не выводят. Соответственно, выводить через третьи страны это тоже не всегда удобно. Соответственно, наверное, я бы говорила про то, что Interactive Brokers может быть брокером номер два, ну то есть не единственным. Вы можете открыть там счет, но он должен быть он и кто-то еще в дружественной юрисдикции, чтобы всегда иметь подстраховку. При таком сценарии, даже если основной капитал пока у вас будет размещен в Interactive Brokers, в общем-то вы будете себя чувствовать комфортно. Что даже если IB вам говорит до свидания, у вас уже подготовлен плацдарм, куда все переводить. А если не говорит до свидания, ну и на здоровье, вы по крайней мере сэкономите нервные клетки, ну и будете спать спокойно. Друзья, если вам интересна моя консультация, в описании к этому ролику будет моя индивидуальная консультация в Zoom. Если кому интересно принять участие в серии из пяти онлайн-встреч со мной на тему, как выйти на пассивный доход, то, пожалуйста, тоже все в описании к этому ролику будет. Пожалуйста, подписывайтесь. И, кстати, участникам из этих пяти встреч я свою консультацию дарю бесплатно. И отзывы о предыдущих участниках подобных пяти встреч вы тоже можете прочитать в описании к этому ролику. Друзья, увидимся. И я жду ваши комментарии, как ваши счета в IB.